Неожиданно порой сводит С совершенно незнакомыми людьми И кажется, что знал их целую вечность Что они уже были в твоей жизни Каждый учитель Словодской средней Общей образовательной школы Хорош по-своему А все вместе это яркий и добрый коллектив Живой организм, творящий чудеса Я зову их не иначе, как творцы Переступая порог этой сельской школы Оказываешься в идеальном мире школы И ее процессов Так вот я и познакомилась Женщиной без возраста Учителем немецкого языка Анной Андреевной Алпатовой Она всегда серьезная Посмотришь со стороны Настоящая училка Такая интеллигентная Уравновешенная Немногословная Одним словом Тайна за семью печатями Но рано или поздно любая тайна Мало-помалу раскрывается Как и раскрылась перед нами Незаурядная личность сельской учительницы Анны Андреевны Алпатовой Тяжело было Работать в те, эти годы Ведь ни газа не было в школе Все это уголь Уголь, чтобы привезти машину А где взять машину Если колхоз подчеркаливался Это потом приедет Федотов уже в 80-е годы И поднимет наше село И какое-то внимание А то На школу никто не обращал внимания Родилась Анна Андреевна В деревне Слободка Родители Матрона Михайловна И Андрей Иванович Лепилины Были простыми людьми Мама работала поваром Отец на заработки уезжал в Михайлов Пока не забрали его на фронт В 1941 Всего детей было 7 человек Скромность Анны Андреевны Накрыла тенью судьбу отца Который пришел с фронта В 1944 году Живым, но не невредимым Контузия повлияла на слух и речь Так что 7 лет после окончания войны Он не говорил и не слышал Но обещание, данное Богу На одном из кровавых полей сражений В Великую Отечественную войну Что если останется жив То посвятит себя всецело службе Господу Исполнил Богоборческое время его не остановило И в 1954 году Он окончил духовную семинарию И стал священником В семье данное обстоятельство замалчивали Боялись гнева действующей власти Тем временем Анна в 1966 году Окончила 11 классов Родной слободской школы И осталось работать в ней пионер-вожатой Любовь к школе, умение ладить с детворой Помогли определиться с выбором Одной единственной профессии На всю оставшуюся жизнь Профессию сельского учителя Наш класс был очень большой Фотография там 23 человека нас кончили Ну, были собраны дети из разных сел Печеринки В этом месте захотелось замолчать И просто склониться Перед сельскими учителями Учителями, прошедших этот нелегкий путь Не за деньги, а за совесть Работающих в сельских школах И продолжающих учить наших детей И по сей день Анна Андреевна Одна из них В 1967 году Она поступила в Мичуринский пединститут Который успешно закончила В 1972 году Тогда она была уже замужней женщиной Вместе с супругом Алексеем Ивановичем Олимпиевым Они работали в Мариинской Общеобразовательной школе В ту пору там обучалось 112 человек Сегодня уж этой школы Давно нет Шесть лет своей жизни отдала Анна Андреевна Этой небольшой деревенской школе И была переведена В Печерниковскую среднюю Общеобразовательную школу Учителя математики Следует заметить, что после окончания Тульского государственного педагогического университета Она училась там на факультете иностранных языков Анна Андреевна Отработала еще 20 лет Заместителем директора по учебной работе Не со мной разговаривали А с мужем Мол, пусть она поступает На ИНЯС Будь свой специалист Ну что у вас там по месяцу ведут практиканты И в прошлом году И в тот год И в тот год Ну я так подумала Подумала Ну что действительно еще молодая Вот И поступила она в Тульский ИНЯС Мне доставляло удовольствие учиться А еще от того, что мне так нравилось И вот так ездила я Не пропустила за 5 лет ни одного занятия ОЗО у нас было Не просто заочное У нас было очно-заочное отделение Нужно было приезжать Ну старалась, конечно Потому что мама с папой жили Потом они отсюда уехали В Михайлов И жили в Михайлове И мне это помогало Я на автобусе в пятницу приезжала Да, и дома ночевала А утром в 6 часов я отправлялась В Тулу С пересадкой в Новомосковск В печенниках я по нынешний день работаю Ну с 75-го года Я работаю в печенниках Три школы у вас получается В вашем педагогическом стаже Вот за эти 50 лет Вы сменили три школы Три школы, да Ну связаны У нас как слабоская школа Считается как базовая И Куст это был Марина Куст был один и тот же Как базовая А этот Так можно сказать в одной школе бы поработать Ну почти что, да Только под разным флагом И так все филиалы просто Да, да Ну и жаль было, конечно Что потом все меньше уже Когда мы уезжали Было, наверное, 78 человек Уже за 6 лет Уже вот после 112 Заметно было В печенниках сегодня она и проживает После реорганизации этой школы Ставшей филиалом Слободской средней Общеобразовательной школы Анна Андреевна работает в Слободке Оба коллектива Стали одним целым И все без исключения Учителя по-сестрински И по-братски Относятся к труду Своей коллеги И к ее личности Далеко идти нам не пришлось Чтобы найти того Кто бы сказал Несколько слов Об Анне Андреевне Первой нам встретилась В школьном коридоре Татьяна Петровна Кайш Скоро и она догонит Анну Андреевну Годами творческого союза С выбранной на всю жизнь Профессией учителя Мы с ней работаем Не один год власти Анна Андреевна Это человек С которого хочется Дать пример Человек добрый Человек спокойный Очень доброжелательный Разгибается ребятами Так спокойно Такой равновешенный человек 70 лет Ей исполняется 1 февраля 50 лет из них Отдано школе Про какого человека Хочется сказать Такие слова Дети бегут Мне навстречу И словно к матери Что я им скажу Что отвечу Пусть мое сердце Елена Николаевна Князькова Директор Слободской Средней Общей Обзывательной Школы И непосредственный Начальник нашей героини Как только узнала Что мы готовим фильм Об Анне Андреевне Отложила все свои дела И поделилась с нами Своим отношением К этой женщине Учителю Профессионалу своего дела С Анной Андреевной Я познакомилась много лет назад Когда девчонкой Пришла работать в эту школу Она уже работала Залчем В Печерниковской школе Затем Через некоторое время Я стала Залчем 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 А возвращаться Приходилось на автобусе Тогда автобус Сходил в деревню И вдруг Рядом Яблоко на столе Или пирожок Домашний Из печеной Вот такая вот она Какая-то Заботливая Домашняя Она и сейчас Также в школе В столовую Приходят учителя Обедать Раз на столе Или грибочки соленые Или огурцы Вот такая она А кто? Анна Андреевна Вот Про ее Учительские заслуги Достоинства Вы знаете Я не знаю Стоит ли вообще Об этом говорить Если человек Проработал 70 лет В школе И он еще хочет работать Уважение родителей И учеников Естественно Да И мы очень боимся Потерять Потому что Это иностранец в школе Иностранец С двумя высшими образованиями Работает в нашей школе И желание Конечно здоровья Не дай бог Мы ее потеряем Правда? Все так Что мы пожелаем Здоровья Прежде всего Только здоровья Творческих успехов Они есть Пусть все так И останется Я очень хочу пожелать Бодрости духа Терпения И здоровья Море здоровья Чтобы увидеть ее Снова 1 сентября В школе И чтобы подписали Этот медосмотр И чтобы она пришла К нам в школу Снова работать С чего С чего Самый лучший Был мой Дневник А что именно Лучше С дороги Желаю вам Чтобы зарплату прибавили Правильно Чтобы было здоровье Зарплату Чтобы вас все любили Чтобы вы долго жили Счастье А ребятишек Которых у нас Это может быть Мои выпускники Я их взяла С второго класса Вот все эти годы Они учились там Вместе со мной Вечерин Когда Ну в этом году Они перешли В пятый класс А у них Их ведет Курс Их курс Ведет Людмила Николаевна Другой учитель Конечно Мне было их Очень жаль Слышали какие Оценки Четыре-пять Большинство ребят Очень хорошие Сто лет вам Жизни Здоровья Счастья Сто лет Всего вам Наилучшего И самый-самый Крутой дом Который можно Построить Во всей жизни Здоровья Счастья Счастья Самый цель Чтобы у вас Все желания Исполнялись в жизни Еще Любви Любви И еще Оль очень хорошо Говоришь Добра любви И еще Радужного поля И последнее Кто-то хочет сказать И уважение вам От всех Главное пожелание Директора Слободской Средней Общей Обзывательной школы Анне Андреевне Алпатовой Продолжать работать Покой Только снится Учителям Старой закалки И Анна Андреевна Алпатова Такая Пока работают И рядом дети Жизнь ее продолжается И она понимает Что миссию свою Надо выполнить До конца Миссия учителя Отдать себя Без остатка Юным сердцам Суметь зажечь В них Огонь любви К людям И знаниям Эту миссию Анна Андреевна С достоинством И любовью Выбранной профессии Выполняет С честью Благодарю Благодарю Около детей Как-то не замечаешь Своей То, что тебе уже 70 Пробило Как-то В то же время С детьми Может, если бы я Не работала Конечно Было бы Нечего вспомнить А я пока еще Не вспоминаю Для меня Все как на ладони Как вчерашний день Все 70 Возвращение 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...